Россия готовит десант на Луну, но день и год в Роскосмосе не назвали. Заявленная в России космическая лунная программа не отменяется и не форсируется, а проходит необходимые в подобных случаях этапы экспертных оценок и согласований. И какого-то одного документа, плана, а тем более графика с точными сроками высадки первой и последующих экспедиций на Луну в Роскосмосе нет. Такой ответ дали Эрге в пресс-службе Госкорпорации, куда мы обратились за разъяснениями в связи с сообщением РИА Новости о некоем документе, якобы уже подготовленном в ЦНИИМАШе ведущем институте Роскосмоса. По версии агентства, речь идет о детальном плане лунных экспедиций с разбивкой по годам, начиная с 2031. Именно в этот срок, ровно через 70 лет после старта Юрия Гагарина, планируется первая доставка экипажа на Луну. На 2032 год, сообщает РИА со ссылкой на какой-то рабочий документ, или проект документа, ЦНИИМАШа, назначено доставить на спутник Лунамобиль, тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов, а также экипаж второй экспедиции. На этом этапе будут опробованы средства передвижения по поверхности. Минус. Россия создаст лунный космический корабль «Союз» за свой счет дальше больше. Если верить документу без названия, экспедиция 2033 года уже позволит совершить на Лунамобиле поездки на дальнее расстояние в интересах научных исследований, а также протестирует работотехнические комплексы. В 2034-м должно начаться и продолжиться в 2035-м строительство лунной базы. Каждая из пяти предполагаемых экспедиции уже получила кодовое название от М1 до М5. Выводить технические средства, экипажи и все необходимое для их работы на Луне и лунной орбите предполагается с помощью сверхтяжелой ракеты. На каждую экспедицию два последовательных пуска. Одна ракета выводит на орбиту пилотируемый корабль, вторая – взлетно-посадочный комплекс для высадки на Луну и обратного старта с ее поверхности. По версии тех, кто разрабатывал неназванный документ, пилотируемым полетом должно предшествовать два испытательных старта в 2028-2029 годах. В первом случае будет тестироваться взлетно-посадочный комплекс, во втором – облет Луны пилотируемым кораблем. Имея перед глазами пусть не близкие, но столь вдохновляющие перспективы, мы так и решились, несмотря на выходной день, побеспокоить телефонным звонком генерального конструктора пилотируемых комплексов России академика Ран Евгения Анатольевича Микрина. Неужто и впрямь все дискуссии, споры, согласования и консультации по поводу Луны закончились, и на стол для исполнения положен план-график с горизонтом в 15 и 17 лет. Такого документа нет, твердо сказал академик Микрин. И в подобном виде сегодня быть не может. А сам факт, что в России ведутся научно-технические проработки в рамках собственной лунной программы и, в частности, обсуждается концепция национальной экололунной станции, Евгений Анатольевич подтвердил. Но в этом никакой сенсации нет. Ровно о том же говорил недавно и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, увязав участие нашей страны в проекте Международной лунной станции Гейтвей Си разработкой российской национальной концепции освоения Луны. Рогозин рассказал о строительстве двух кораблей для полета на Луну. Минус. В Сибири ученые разработали прообраз лунной или марсианской базы. По словам Рогозина, такая концепция должна быть подготовлена к марту 2019 года. И только после этого будет решаться вопрос о формате участия России в международном проекте. Гейтвей. Некоторые подробности раскрыл накануне исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемой космонавтике Герой России Сергей Крикалев. На публичном мероприятии в Московском музее космонавтики он дал понять, что на лунной орбите могут быть не одна, а, как минимум, две станции. Может быть станция на высокой эллиптической орбите, сказал Крикалев. Но есть определенные преимущества и низкая кололунная орбита, когда ты находишься на орбите около 100 километров. Такая орбита может быть более полезна для изучения Луны и создания базы на поверхности Луны. Уточним, по уже согласованному проекту, Международная окололунная станция Гейтвей будет размещена на вытянутой высокой эллиптической орбите 2000 километров на 70 тысяч над поверхностью Луны. Это сильно вытянутый эллипс, соотношение 1 к 35. И станция, по выражению Крикалева, словно на качелях подлетает к Луне и тут же взмывает наверх. Такая орбита не очень устойчива, потребует постоянных коррекций с помощью двигателей, и в практическом плане не очень удобна для решения задач на поверхности Луны, зато позволяет в случае необходимости отправлять миссии в дальний космос с Венери, Марсу и другим планетам. Досье РГ, Микрин Евгений Анатольевич Академик РАН, генеральный конструктор пилотируемых программ России, заместитель председателя Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, генеральный конструктор-первый заместитель генерального директора РКК «Энергия». В настоящее время под руководством ЕАМИКРИ найдут проектирование и разработка систем управления для многоцелевого лабораторного и других модулей российского сегмента МКС, перспективной транспортной системы, в том числе для обеспечения межпланетных пилотируемых полетов, автоматических космических аппаратов в интересах Министерства обороны. Продолжается поэтапная модернизация бортового комплекса управления для грузовых кораблей «Прогресс-МС» и транспортных кораблей «Союз-МС». Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГО «Космос» «Общество наука» «Правительство Роскосмоса» «Своение Луны».